Специалисты по обслуживанию кабельной сети предприняли ряд мер по исправлению этой проблемы. Закуплено и установлено специальное оборудование антенны высокой чувствительности, дополнительные канальные усилители. Все это улучшило ситуацию, но, к сожалению, не исправило ее полностью. Телерадиовещательная компания Десна ТВ принимает цифровой сигнал в формате Т2. Он идет из Смоленска посредством радиорелейной сети через вышку в Савеево. Именно тут возникают проблемы. Сигнал на вышку уже попадает с помехами, пояснили в областном радиотелевизионном передающем центре. Виной всему военная часть Подшаталова, когда проектировали и строили телекоммуникационную сеть, воинская часть еще не действовала. И теперь частоты каналов пересекаются с радиочастотой самолетов, которые взлетают с полос военного аэродрома. Это создает радиомагнитную помеху, а она, в свою очередь, искажает телесигнал. А часть, к сожалению, это наша головная боль, да, военная часть, потому что, когда начинается от них какое-то воздействие, оно влияет у нас на весь, на предлости достаточно сильно. В починке, да, ну, допустим, практически вообще с момента полетов у нас глушится и ступниковая связь, и глушится радиорелейная связь. Увы, все лицензии на радиочастоты были выданы очень давно, без учета полетов военных самолетов. Сейчас областной радиотелевизионный передающий центр работает над решением этой проблемы. Разрабатываются другие варианты подачи сигнала, ведутся переговоры с головным радиочастотным центром по изменению частот радиорелейного оборудования. Также рассматриваются варианты договора с телекоммуникационными компаниями. По заверениям начальника производственно-технического отдела Дениса Мартыновского, ситуация должна полностью выправиться в течение года. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.